Я думаю, мы начнем с быстренького повторения этой геморры. Подчеркиваю быстренько, с учетом того, что это довольно сложная тема. И здесь, по сути дела, как раз в этом отрывке мы уже увидели, что есть какие-то новые приемы изучения геморры, которые хотелось бы еще раз сформулировать. Я думаю, что первое открытие, можно сказать, наше изучение геморры – это то, что у всякого высказывания есть изначальное требование и конечное отношение к этому требованию. То, что называется на иврите лихадхила – изначально диават. То есть это больше, по-моему, относится к социологии, к психологии. И когда мы слышим человека, высказывающего какое-то требование или какое-то пожелание, мы не всегда даем себе отчет, что в этом пожелании есть несколько аспектов. Желаемое и действительное. Это нам известно и в жизни. Желаемое и действительное. В какой степени тот, кто высказал определенное желание, готов примириться с действительностью – это не факт. Поэтому здесь возможны две позиции. Или категорическое стремление придерживаться требования. Или же изначальная готовность идти на уступки. И говорят это на уровне обычной человеческой психологии. Но интересно, что наши мудрецы перебегают к такому роду анализа, когда они получают информацию о высказываниях мудрецов. Казалось бы, мы ожидали бы от самих мудрецов такую точную формулировку. Если он говорит, изначально я требую или я считаю это явление, это требование является необходимым, но если не так, я готов примириться даже с чем-то меньшим. Но они этого не делают. Поэтому то, чем занимается геморра, она пытается угадать отношение каждого из действующих лиц к какому-то правилу или положению. То есть, скажем, есть требования необходимые и достаточные. Как бы желательно, чтобы было так, но достаточно и так. Конечно, это продиктовано какими-то еще более глубинными причинами подобного рода позиции того или иного автора. Но это уже остается вне нашего поля зрения. И вне поля зрения геморры. И наша задача только в данном случае понять, чьё мнение геморра считает принятым. Мы не говорим даже правильным. Что тут правильное, это как бы непонятно, что такое правильное. А то считается приемлемым, принятым. И устанавливается таким образом, как Аллаха. Это как бы одна сторона изучения геморры и вообще отношения к жизни. То есть, если мы видим какого-то своего партнера по бизнесу, который выдвигает какие-то требования, мы, наверное, всегда стараемся сбить эти требования его до приемлемого до нас уровня. И постараемся, стараемся понять, в какой степени он готов пойти на уступки. Понятно. Но вот это то, что это в геморре, это, пожалуй, несколько неожиданно. Второй аспект – это действительно попытка получения представления о позиции того или иного автора на основании дополнительного материала. Как мы видим, у нас есть дополнительный материал, Брайты, которые говорят о позиции тех же самых авторов по сходным темам. Мы пытаемся их свести к общему знаменателю. И за счет анализа этих Брайт выяснить более достоверно позицию автора. Это тоже, на самом деле, очень интересное обстоятельство, интересный способ работы. Поэтому понятно, что Брайты – это очень необходимая и важная вещь. Я уже сказал, мы можем предъявить претензию авторам Мишнойот и Брайт, что они не до конца доработали и не описали весь круг возможностей. Девы, ликотхила, при каких условиях. Сейчас, если бы мы работали бы с смешной геморрой на уровне, скажем, современных программ, то это было бы необходимой частью программы. Когда кто-то высказывает какое-то предположение, мы его вносим в какую-то систему, и там сразу возникает вопрос, а как в этом случае он бы поступил, а как в том случае он бы поступил. Но это делает геморра. То есть, на самом деле, учитывая, что это, скажем, две тысячи лет назад, то это как бы очень продвинутый интеллектуальный подход. Оценка позиции автора, какого-то человека на основании анализа его высказываний по сходным вопросам. Причем, я отметил бы еще один момент очень важный, что мы, в общем-то, идем на ощупь. Даже когда мы получаем какое-то мнение определенное, мы его должны додумать и доработать. Это рабочая концепция. А вот скажем, что он думает так, и мы проверяем, сравнивая с подобным уже подходом в другом вопросе, работает или не работает. Поэтому здесь тоже трудность при изучении геморры. Если бы авторы пользовались, ну, так у меня нет, конечно, претензий к нашим мудрецам. Я говорю, нам было бы легче, если бы они говорили на языке, скажем, современной научной... Проверим такую гипотезу. Предположим, что... Тогда мы сразу понимаем, что это еще все не доказано. Но мы относимся с большим уважением и аппиетитом к геморе. И поэтому все, что здесь говорится, изначально мы воспринимаем как окончательную истину. И поэтому нам трудно отнестись к подаваемому материалу изначально критически, понимая, что это только гипотеза, которую мы сейчас хотим проверить. То есть, наверное, надо было бы как-то написать геморру. Вот Рафштандис расписал ее, но он не использовал эти термины, которые пользуются в современном мире. Я бы добавил к подобному роду как бы... Если бы я издал такую геморру, я бы сказал, да, написал бы, да, проверим вот такое как бы определение, да, приемлемо это для одного автора или нет. И скажем, нет, это не работает. Что-то в таком уровне. Ну, это как бы общее рассуждение. Пусть я не хотел бы, чтобы мы ограничивались при изучении вот этой конкретного отрывочка, как бы чисто как какой-то эпизод. На самом деле это материал для анализа и для формулировки каких-то принципов, которые нам могут помочь в будущем. Когда мы начинаем работать с нечто похожее, мы уже знаем. Даже если здесь не сказано, что это Девит или Катхила, мы сами уже зададим вопрос. А то, что здесь сказано, это Девит или Катхила? А какие есть еще материалы, да, которые бы позволили нам выберить эту точку зрения, насколько мы ее правильно поняли? И здесь есть еще несколько как бы терминов, которые я тоже хотел бы формализовать, придать ему общее значение. Мы говорим, что есть мнение Раби-Юда и Раби-Йоси. Поэтому Габара говорит так, что мнение Раби-Йоси призвано продемонстрировать категоричность подхода Раби-Йоси. То есть он в любых случаях, у него нету ли Катхила и Девит. И как здесь говорится, как говорится, наш пинарот, леудия кухошел Раби-Йоси. Сообщить нам силу Раби-Йоси. Снова на втором языке мы бы сказали, это призвано показать нам принципиальность подхода Раби-Йоси. Кулах имеется в виду не физически, а принципиальность его подхода. Но надо обратить внимание, что это тоже гипотеза. Предположим, мы говорим, что Раби-Йоси принципиален. И хотя он в одном вопросе проявляет свою принципиальность, давайте распространим его принципиальность на все стороны этого вопроса. Давайте. А может быть, это неправильно. Еще один момент, который мы заметили, сейчас мы к этому вернемся, что иногда мудрец высказывает какое-то мнение, но это не обязательно его мнение, а мнение его учителя. То есть, когда мы изучаем какую-то проблему и видим, что здесь есть сложность, мы скажем, а может быть, это не его мнение, он просто передает мнение своего учителя, а сам он думает по-другому. Тоже бывает. То есть, здесь тоже очень интересно, что казалось бы, ученик должен полностью идти как бы вслепую за своим учителем. Нет, оказывается, что есть варианты. Ну, не знаю, насколько как бы этот обзор будет полезен, но в любом случае, как метод размышления о пройденном материале, по-моему, это необходимый метод. Анализ того, что мы прошли. Что здесь есть нового? А вот сейчас, как я говорю, голопом по Европам, почитаем в этом ключе всю эту гемору, которая начинается на странице 66, отрывочек БЭТ. Гемора говорит, тут есть свое появление, чтобы это было быстро, прошу позволения, я это сам прочту. Майя Тамада Рабь Йоси, когда он говорит, Рабь Йоси говорит, что надо услышать Крият Шма, произносить явно, явственно. Почему? Потому что он говорит, написано, Шма Исраэль, надо услышать, все очевидно. Ашмель Ознахаша, а там вот Семипир. Танакама Савар, как мы видим, Танакама, первое мнение, а первое мнение говорит, что есть у него Ликатхилы Девит, этот Танакама, это Рабь Йуда. Мы нашли потом Брайту, в которой совершенно очевидно, это Рабь Йуда, но здесь, когда Рабь Йуда Анаси, и снова мы делаем разницу, есть Рабь Йуда Анаси, есть просто Рабь Йуда, он не просто Рабь Йуда, Рабь Йуда Бар-И-Вай. Но как бы это надо уметь, когда Рабь Йуда Анаси формулирует Мишну какую-то, он делает очень часто имена анонимными, поскольку это уже закон, а закон не должен быть персональным. Когда он приводит имя кого-то, это и говорится, это отдельное мнение. Поэтому в самой Мишне не говорится, кто этот первый мудрец Санакама, или чьё мнение, на самом деле, когда мы говорим Танакама, мы не обязательно, хотя это в переводе означает первый мудрец, Танай, Кама первый. А в данном случае, как мы видим, это групповое мнение, это мнение мудрецов. Поэтому мы будем говорить первое мнение и второе мнение. За этим мнением не обязательно стоит один человек. Как мы знаем, второе значение «шма» – это понимание. В «раби оси», вот здесь тоже интересный оборот, мы задаем вопрос, неявный, и причем не только эта фраза «неявна» постановку вопроса, но и неявно, в чем смысл этого вопроса. А «раби оси» – вопросительный знак. Как мы дописываем этот вопросительный знак? А как «раби оси» объясняет слово «шма» как понимание? Что он не считает, что «шма» он не знает словаря иврита, и не знает, что слово «шма» означает не только слышание, но и понимание? Как он, почему он не использует, как бы он что? как бы говорит, это не важно, не может быть такого, это важно. Поэтому, видите, здесь как бы тоже очень интересный момент, в «раби оси», в «раби оси», в «раби оси» вообще нет вопросительного знака, есть «тире», но на самом деле это вопросительный знак, и вопросительный знак, и который, скобки открываются, что он думает по поводу заявления Танакама, что Танакама говорит, что «шма» это надо понимать. Да, бекой лошон. Он говорит, «тарты шма минэй». Да, он говорит, у этого «шма» есть два значения. Первое значение услышать, а второе значение понимать. «раби оси таршман». «Тнан хатам». Вот здесь, когда мы говорим «хатам», это, значит, ссылка на какую-то другую гемору, на какую-то другую мишну, причем «тнан», снова «тнан» означает «брайта». Вот есть какая-то «брайта», и потом мы понимаем, что это «брайта», которая относится к вопросу отделения «трумотума» с рот. Почему? Зачем приводится это вдруг выхватывать «тнан хатам»? Мы приводим «брайту», мы скажем, для того, чтобы прояснить правильность нашего понимания предыдущего материала. То есть вот эта система, вот эта техника, если мы до конца не поняли эту тему, мы ищем сходные материалы других мишнает и пытаемся на основании анализа выявить и понятие изучаемую тему. Поэтому говорит, я бы сказал, «тнан хатам», я бы сказал это так снова на современном языке. Давайте рассмотрим «брайту» из мишны «трума», которая, возможно, нам позволит понять действительно мнение раби-юди и раби-ёси. И что же там написано в этой «брайте»? Значит, человек, который оглох, но как бы не слышит, но он является совершенно дееспособным. Хареш-медабер, как мы знаем, Хареш, как правило, это понятие геморрой, это человек, который родился с серьезным дефектом, и очень часто как бы неслышание и неумение разговаривать, это генетический какой-то эффект, который связан с каким-то умственным дефектом. А в данном случае речь идет нормальный человек, который оглушил на самые взрывы гранаты, в целом он нормальный человек, и здесь способен. Хареш-медабер, вейнош-мэя, лоитрум. Вейм-тарам, трума-то-трума. Как мы видим в этой брайте, сразу появляются эти два аспекта, которые говорили, есть лек-отхила и есть диэвет. И теперь мы постараемся, здесь эта брайта хороша тем, что она сразу расписывает эти две позиции, лек-отхила и диэвет, но она анонимна. Было бы здорово, если бы здесь было бы написано. Но не сказано, что он говорит. Это тоже как бы вопрос, почему не названы имена. Но и трума-то-трума. Спрашивает Гимара. Давайте разгадаем этот ребус, постараемся понять, кто автор этой брайты, в которой появляется понятие лек-отхила и диэвет. И тогда, когда мы разгадаем, вдруг окажется, что это один из них, из двух наших персонажей в нашей нынешней мишне, у одного, скажем, будет позиция лек-отхила и диэвет, а у второго будет только лек-отхила, и нет никакой другой возможности. Пытаемся разгадать и разрешить этот ребус. Каким образом разрешаем этот ребус? Методом подстановки. Предположим, говорит Амара Физда «Раби Йосихи». Я утверждаю или я предполагаю, что это Брайта у отделения Трумы относится это мнение Раби Йоси. И, поняв мнение Раби Йоси, мы можем таким образом сейчас, если действительно докажем, что это мнение Раби Йоси, все становится на свои места. Мы берем это представление о позиции Раби Йоси и переносим на нашу Мишну. И вот так объясняет Рабхизда. Если у нас он говорит Брайта, Детнан, обратите внимание, что это Брайта, это не Мишна. Но очень очевидно, это Брайта, на основании которого была выведена эта Мишна. Почему я знаю, что это Брайта, а не Мишна? Потому что здесь Танакама назван своим именем Раби Йуда, а Мишне он не назван своим именем. Понятно, да? Значит, он говорит Так Детнан, Акуре Этшма Вилой Шмелоз Но Яца Девре Раби Йуда. Хотя на самом деле мы должны теперь снова определить, Раби Йуда сказал это Али Катхила или Девед. Когда он говорит Яца в этой Брайте он имеет в виду, что даже если он и не услышал Он Яца или изначально даже если как бы желательно, чтобы он все-таки услышал Но если не услышал Яца А вот Раби Йоси Омер Ло Яца Казалось бы, как же ты Рафхизда хочешь показать, что это Раби Йоси А приводишь мнение Раби Йоси, которое совершенно категорично отрицает понятие Ли Катхилу и Девед И как это с твоей точки зрения подходит к изучаемой Мясне по поводу отделения трумот Там в труме совершенно определенно видно что человек который потерял слух тем не менее хотя изначально желательно чтобы он не приносил труму потому что он не слышит свою собственную браху которую он говорит А за счетом это как бы Ли Катхилу и Девед А у Раби Йоси нет такой позиции Он категоричен У него нету Ли Катхилу и Девед Как ты Рабки запытаешься нахлобучить Это как бы совершенно противоречивое мнение на Раби Йоси Понятно В этом трудность Я уже не знаю действительно почему Раби Йоси решил прооргинальничать и показать что Раби Йоси который в отношении Криатшма так принципиален в отношении отделения трумы он компроментарен идет на компромисс И он так это объясняет Это понятно Говорит Рабхиз все что сказал Раби Йоси что и как бы Деведло Яцар Элэгабэй Криатшмадэврайта А валтрума Мишум Брахау Браха Драбанан Вилобэй Браха Талэмильта Это понятно Очень уже оригинально Почему Какие здесь недоказуемые декларативные предположения делает Рабхиз Он говорит Есть разница между весомостью Брахи Дурайта и Дарабанан То что Браха на отделение трумот это Дарабанан это совершенно очевидно Потому что в Талэне написано что надо делать Браху Надо сказать надо отделять труму Но Мудрецы ввели такое положение что если ты выполняешь какую-то митцву надо говорить И понятно поэтому что здесь можно поступиться Ну возможно я бы возразил сразу Рабхизде А возможно Рабь Йоси в этом вопросе тоже принципелинг и скажет Да несмотря на то что это установление Рабхизде но Раббанан это как Машарабейна То что они установили они мудрецы никаких компромиссов невозможно Поэтому по-прежнему мнение Рабхизде такое оригинальное мнение которое он хочет приписать Рабь Йоси наоборот То что как бы неявно мне непонятно Но прижимайся Да поэтому его оппонент да и тут снова мы вводим новый элемент спор Здесь имеется ввиду спор И всякий раз когда мы изучаем какой-то отрывок Чагимары мы должны постараться понять где понятие сразу мы должны сделать установку что здесь есть два мнения да Если они даже не явно обозначены они обязательно присутствуют да чтобы это не сливалось в общую массу и мы говорим это первое мнение Рабхизде это первое мнение у Рабхизде есть оппонент да что оппонент Рабхизде говорит он говорит умымайда Рабь Йоси а с чего ты взял что это Рабь Йоси да так же как я говорю тоже вроде непонятно с какой стати Рабхизде пошел так далеко чтобы доказать кредо это абсурду более естественно предположить что Рабь Йода это тот человек который говорит в отношении отделения трумы что если катхилы и девят можно спросить у Раби Йода скажем но ведь для тебя креджма это тоже да а как же ты говоришь что да возможно девят вроде бы вот Рабь Йоси говорит нет да это невозможно девят когда возможен девят то есть нечто неполное может быть принято только для Раббана как бы оппонента Рабхизда говорит нет Рабь Йода последователен и так же как он говорит в отношении Митсвады Урайта чтение креджма что можно сделать не слыша свои собственные слова это же мы естественно распространим и на Бархот во время как бы Бархота Раббана то же самое он говорит оппонент Рабхизды то же самое его позиция придерживается и в отношении креджма для того чтобы он говорит Рабь Йоси вместо того чтобы ты придумывал что возможно позиция Рабь Йоси в отношении Бархота отделения трумы меняется пойдем по простому и по простому линии если Рабь Йоси считает что даже и Дурайта есть ли Катхила Девит скорее всего значит и в вопросах Бархи тоже есть ли Катхила Девит да да в Амар гавекриятшма Девит ин ли Катхила ло Тейда и говорит дальше да вот слово Тейда здесь может быть как бы очень важным словом преткновения Тейда знай да но в данном случае это не знай для знания и для информации это тоже еще одна гипотеза да я бы сказал представим себе что на выражение это позиция Рабь Йуда так объясняется мы обращаем внимание на формулировку Мишны и там сказано так читающий да но тут не очень понятно как бы я действительно не специалист в Ташон Кодэш тех времен в моем понимании Акуре это читающий да то есть нечто актуально действующий вот но Гимара здесь как мы видим на страницу уже мы пришли Рабь Штанец на страницу 67 трактует как совершенное действие то есть Акуре прочитавший почему говорит этот мудрец этот мудрец который пожалуй оппонент оппозиция Рабхизды он говорит обрати внимание да обрати внимание что формулировка Акуре как совершенное действие призвана продемонстрировать разницу в подходах и хоть из этого мы можем сказать что Рабь Иоси если речь идет о действии совершенном да совершенном действии прочевший значит это девят да и когда Рабь Иоси говорит что Луя Ца можно очень легко эксплуатировать сказать если у него девят Луя Ца то тем более Ликатхила Луя Ца поэтому можно сказать так формулировка нашей Мишны которая говорит прочевший прочитавший или сказавший Акуре да призвана специально акцентировать и подчеркнуть принципиальность Рабь Иоси а как бы Рабь Иоси в данном случае он только как бы второстепенно играет второстепенную роль тем более что это Танакама даже как бы анонимный в нашей Мишне Луя Ца как ухода Рабь Иоси да или я бы сказал так возможно даже само прочтение слова Акуре является проблематичным оно не факт а означает прочитавший потому что я говорю в нашем современном вы говорите Акуре это означает читающий если мы хотели бы сказать прочитавший мы бы сказали бы Мишекара тот кто прочел Акуре это настоящее время но вот как бы возможно это продолжение как бы гипотетического построения оппонента Раба Хинст и он говорит написанных Акуре в смысле совершенного действия для того чтобы подчеркнуть что и в прошедшем и даже если это свершилось Раби Йоси говорит Ло Яца как это написано в Мишне потому что если Раби Йоси афилу Ликатхила нами Яца и тогда мы скажем если Раби вот здесь как бы не очень ясно как мы можем нащупать менее Раби Йуда в отношении Девед или скажем Танакама мы знаем что Танакама говорит Девед Яца откуда мы знаем что и Ликатхила Яца почему мы не хотим придерживаться прежнего вывода что Ликатхила Ло Девед Ин да изначально мы не принимаем прощение не явное прощение не четкое прощение только задним числом мы это принимаем ну вот это как бы это гипотеза данного автора нами Яца и тогда Геморас спрашивает очень важная тоже как бы формулировка формула Геморы которая повторяется в самой Геморе бэмайу кимта да как я уже сказал кимта от слова или можно сказать икамта установил или киямта да предположил и утвердил в другом случае переводим это на современный русский язык да на основании чего ты утверждаешь да бэмайу кимта на основании чего ты утверждаешь что это мнение как раби Йоси да значит мы возвращаемся и как бы мы выступаем против мнения рафхизда который говорит что раби Йоси он и лекатхила не принимает и дьявы не принимает да из чего ты исходишь да какие у тебя как бы доказательства маю кимта какие у тебя доказательства с чего ты исходишь на основании чего ты доказываешь это вот у нас же есть брайта да которая говорится по поводу биркат амазон ло и вирах адам биркат амазон билибо в имберех яца да говорит гемора и снова это брайта безымянная анонимная вот но мы знаем что у нас в основном как бы эта тема разыгрывается двумя мудрецами раби Йоси да это как бы очень интересное и неожиданное предположение мы могли бы просто отделаться и сказать но это мнение какого-то другого тона сколько было тонаима времена раби Йоси было очень много тонаима интересно что гемора считает нет по-прежнему это находится в рамках дискуссии общей дискуссии или различия подходов двух только этих двух мудрецов это не очевидно но это как бы то что можно сказать то что следует из самой постановки вопроса мы что говорим как мы знаем что Беркат Амазон поскольку сказано бахалта уберахт усавата уберахта это митсвады урайта да Беркат Амазон это митсвады урайта скажем мы тогда зададут вопрос будем разбирать этот вопрос а вот когда мы начинаем есть да делаем амозы да что мы благословляем амозы ляха минаарис да ведь надо было сказать спасибо тебе кадош буруху что ты даешь нам возможность есть а в конце сказать спасибо что мы поели и это отсутствует в начале Берката Амазон да да на этот вопрос который надо будет ответить при этом амозы ляха минаарис это общая декларация это все знают да что он извлекает хлеб из земли а вот как это как бы как это благодарность вот у меня лежит хлеб передо мной лежит хлеб да и я его беру и говорю о кадошу в урху ты производишь этот хлеб а где спасибо нет я вот декларирую потом беру все но конечно это объясняется очень просто я говорю и так это объясняется в геморре когда я говорю амоз я знаю что это твое а можно я этим воспользуюсь вот я всегда привожу очень интересный пример первое как бы поведение заключенных в отношении ментов на суде нас очень долго держали сидя на скамье подсудимых тяжело сидеть все время а был у нас один заключенный который уже сидел второй срок и он говорит гражданин начальник а можно я постою спасибо и встает так никто ему не разрешил как у нас говорят можно вопрос да 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 можно вопрос задать вопрос так вот он значит встал а поскольку там несколько стоит этих сержантов то ни один из них не знает возможно кто-то другой дал ему разрешение вот кроме того на самом деле это была глупая придирка и можно было стоять если все станут вместе может быть это будет попытка бегства и нападения на конвой но стоять человек не затонет но в любом случае вот это так мы и говорим с хлебом мы говорим я знаю что ты изготовил а можно я возьму спасибо не было голоса с неба давай Вася хавай спасибо как бы априори полагается что он мне разрешил а чего будет мне готовить хлеб если я только пиарить глаза на него буду и буду есть вот такие дела в любом случае понятно что вопрос сберкат Амазон это очень интересный текст потому потому что мы всегда говорили шмайс рэль это доу райта раби йоси говорит что это доу райта это непоколебимо в доу райта нету диэвида нету лекат хила а здесь в примере с аберрикат амазон у нас есть лекат хила есть диабет причем мы переписали позиции обратите внимание после того мы сказали да мы сказали это призвано как бы акуре и так далее призвано подемонстрировать принципиальность подхода двух сторон у раби йоси вообще нет у раби йода всегда да вот на нашем представлении поэтому мы говорим а вот это это брайта которая говорит что да если катхила и диабет она не не ледит ни в какие ворота это не раби йоси не раби йода значит давайте будем искать какого-то другого мудреца но здесь как и говорю ненаписанные условия этот матч разыгрывается только между двумя игроками поэтому когда мы наталкиваемся на противоречие и мы говорим так мы описали позицию раби йоси как категоричная а позицию раби йода как компроментарно уступающая у нас нету промежуточного автора автора который бы занимал промежуточную позицию значит наше предположение неправильное да вот здесь как бы было бы важно записать это как вывод но пока что они просто ставят этот вопрос они говорят что вот не получается у нас что-то да и снова вот это формулировка положение позиции раби йода и раби йоси на самом деле она выведена нами гипотетическим образом это еще не факт да поэтому когда мы говорим это не раби йоси не раби йода мы должны сказать это не так как мы представили их мнение потому что очевидно как бы одно из мнений представлен неправильно потому что положение с биркат амазон оно не подходит ни под одного из них поэтому надо сказать говорит гимарай продолжает вот здесь тоже очень интересный как бы смущающий вопрос с чего это вроде бы влез еще раби йода от имени раби шимон бен пази кто он такой вообще почему приводится его мнение обратите внимание это очень интересно почему а мы думаем а возможно это тот раби йода которого мы оперируем все время раби йода раби йоси а возможно полное имя фамилия этого раби йода это раби йода сын раби шимон бен пази и тогда это вообще меняет всю картину но нет в данном случае раби йода сын раби шимон бен пази приводится как только хранитель определенной брайты и не более поэтому гемора поступила бы с нами очень благородно если бы она вообще не упоминала его имени потому что это путает мы думаем какую он роль играет нет он играет роль как бы записывающий устройство он записал мнение тоже не раскодированное неизвестное чье но он говорит вот есть такое мнение говорит сообщает нам и это как бы самому по себе очень интересно то что есть мудрецы того времени которые помнят совершенно определенно одну или две брайты и они как бы как носители этого знания они очень важны но не более того вот они слышали непосредственно от этого мудреца они знают совершенно определенно очень ценно больше они как бы никакой особой другой роли не играют но как носитель этой информации это ценно и вот значит он нам сообщает совершенно определенно он говорит рабе юда браидо прази говорит есть хорош мэдабер войно шумея турэмлик отхила чье это мнение то есть глухой но не глухонемой глухой говорящий то есть только имеющий дефект слуха они как бы не умственные проблемы турэмлик отхила мани лорабьюда в лорабьюоси и рабьюда хаамар девят ин лекатхила ло и рабьюоси хаямар девят нами ло мы должны сказать что это мнение рабьюда во филу лекатхила нами то есть наше предположение когда мы сказали тайда вся эта как бы мишна призвана показать разницу принципиальную разницу между подходом и рабьюда сказать совершенно противоположный подход у рабьюда нету девят у него все лекатхила все можно в рабьюсе все нельзя и поэтому когда мы сейчас привели мы наткнулись на проблему с тем что хрэш медабер вейнушем рабьюда что значит рабьюда будем сказать вынуждены признать что это мнение рабьюда вейнам рабьюда умер мишум раби лазар беназар вот мишум что такое мишум на современном вещество означает мишум ма почему-то а на вещество того времени это означает бешем но мишум бешем от имени от имени от имени раби лазар беназар своего учителя говорит раби иуда акуреет шма царих шишмел лозно ши неймар шма иисраэль ашим илукен ашим ихад амар ле раби мэр алей гу омер ашер нох ими цвай айом аль бам ха ахара каван алев эн хэна дворим вот казалось если бы снова здесь какая-то информационная помеха приводится все это высказывание превосходный диалог или спор между раби лазар бен азари и раби мэром вот но на самом деле мы хотим только найти мнение мы хотим понять мнение раби иуда который исходит от мнения раби лазар бен азари какую роль здесь играет раби мэр это информационный шум здесь это как бы нам это никак не мы на это мы не обращаем внимания сам по себе не хочу принижать важность этой информации но для данного исследования это не важно совершенно мнение раби мэра поэтому в этом смысле как бы я сам задумывался что он дополнительно нам сообщать нет в этом брайте нам важно мнение раби лазар беназар который который говорит что у него есть лекатхила идиевит а он учитель раби иуда и раби иуда изменил то есть когда он будет говорить что есть лекатхила идиевит мы скажем это он говорит если мы оформим полностью выступление он должен сказать так мой учитель раби лазар говорит что если катхила идиевит а я говорю раби иуда что все одним миром мазано все это все мутар а вдруг значит он выпустил эти слова что это авторство говорит они от своего имени от имени своего учителя поэтому у нас возникло противоречие что в одном месте раби иуда говорит так а в другом месте он говорит иначе в чем правда правда в том что это на самом деле он цитирует своего учителя а его личное мнение это нет всегда можно лекатхила идиевит всегда можно раби поэтому в данном случае не несет специфические эмоции правда он говорит очень интересно идти он говорит что вообще не надо иди ашмели но почему потому что и в данном случае может быть здесь мнение раби иуда близко к мнению оппонента у его учителя раби мэйр раби лазар беназар ну как бы сейчас мы не обоснован мнение раби иуда мы знаем раби иуда очевидно говорит или катхила не обязательно дашмели уснов тогда гемора говорит это пожалуй новый поворот темы если мы как бы обнаружили эту брайту которая нам говорит о том что есть мнение раби лазар беназар у которого есть катхила и девят но поскольку главными действующими лицами в нашей мишне креат шма является не он а его ученик раби и раби иоси поэтому если мы выяснили что это два разных мнения два разных автора мы говорим пришли да да можно сказать так в данном случае если мы дошли до этого то есть нашли эту брайту и выяснили что есть два мнения как бы три на самом деле сейчас у нас мнения первое мнение это раби иоси второе мнение раби иудо и третье мнение это компрометарное мнение раби лазар беназар афилу тейма раби иуда кираби свиралев велокашья ха раби мэр вега раби иуда да и поэтому мы можем сказать так давайте как бы выясним позиции да мы до этого мы хотели сказать раби иуда считает не как раби лазар не как раби лазар беназар он правда его цитирует и говорит раби лазар беназар считает что если катхилы и девят а я раби иуда считаю что все равно да и сам начал не обязательно лазар и скажем что он придерживает своего мнения своего учителя а это какое другое мнение вот действительно так на самом деле скажем что когда раби иуда говорит что есть лек адхилы и девят это его мнение и мнение учителя а когда мы говорим что есть неотвлекат хилы и девят значит это все как бы да все можно значит в этом как бы в этом плане это раби мэйр это просто другое мнение вот к чему нам пригодилось мнение раби мэйра то есть на самом деле мы пришли мы начали с обсуждения мнения раби иуда и раби иоси а пришли к тому что на самом деле есть у нас три действующих лица раби иоси раби иазар иазар и раби мэйр раби юда в этом смысле менее важен он просто повторяет своего учителя а тот кто дает нам третью позицию поэтому как бы тут мы расписали очень интересное как бы более полное описание возможных позиций мы говорим в первом случае нет нет втором случае да да в третьем случае да нет и наверное очевидно это будет во всех вариантах что бы мы ни делали всегда будет вот эти три варианта одно мнение абсолютно нет второе мнение говорит абсолютно да и промежуточ мнение говорит в определенных случаях да в определенных случаях нет вот в этом смысле как бы мы можем считать что эта тема завершена тем более что у нас есть мечна которая говорит что акуре ликатхила лояца ликатхила цаекла шмия льозно авалим лояца это ате аллаха да это мишна поскольку рабь юда установил мишна это как бы аллаха это положение но тем не менее гимара как бы ищет еще какие-то дополнительные исходные темы которые нам помогут прояснить этот вопрос нан гатам да вот значит снова есть брайта гатам там где это там мы не знаем да но нам в случае очень быстро становится понятно потому что сказано дальше акуре акулькширим ликро это могила хуцмихарэ шутэ векатан да какая там какая там мосэхта какая там мигила мигила махшир лекатан бэкатан что значит махшир бэкатан да нет махшир есть значит есть нан гатам можно сказать там нурабанан мудрецы считают что катан не может читать мигилу да в каком смысле не может читать в смысле катан читает мигилу он остальные должны читать сами а лабьёда говорит и катан тоже может читать для публики можно быть катан может читать мигилу махшир как бы уполномачивая дает как бы право что такое кашер кашут то что там приемлемо допустимо например да 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 это как бы дает как бы утверждает разрешение да вот правильно да вы говорите рабида разрешает и малому тоже читать мигилу и скажем так иначе говоря он говорит что если катан читает мигилу остальные его слушают публика его слушает даже взрослые люди они не должны читать сами или слушать это у другого чтеца как это может быть да теперь говорит дальше гемораб продолжает ман ман нахереш диават намилов аммарав что это значит ман тана хереш диават намилов кто это автор который говорит кто этот автор или кто это тана который говорит что глухонемой в любом случае да даже правда нет то есть наверное будет глухой но не немой потому что иначе он не может читать да кто говорит что глухой но умеющий говорить не может как бы благословлять аммара дальше точка да таким образом равматно говорит мы там уже учили о том что есть проблема с глухонем глухим говорящим глухим то есть глухой как дефект слуха а не как какое-то самое недостаток умственного развития раби юда говорит что может желательно не читать но может отделять труму а второй мне говорит нет не может отделять труму и очевидно это раби йоси да у нас ничего что он говорит и в отношении шма тоже должен слышать до и отца говорит геморрад мимая дарабь йоси да читайте почему мы почему предполагаем что это раби йоси ведь на самом деле до этого рафхиз если помните сказал так раби йоси только в отношении крит шма принципиален а в отношении отделения трумы поскольку это дарабанат он говорит дебет яца мы спрашиваем вот вроде бы уже сказано что раби йоси тоже дебет говорит яца оттуда мы следует мимая дараби йоси и дебет на мелом переходим на страницу бет и дальше дараби йоси дараби йоси лихатхила хум дараб а дарабад шапир дамей лос агадат декатани хереш думья дешоте векатани ма шоте векатани дарабад нанилон аф хереш 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 где ават нанилон да то есть что гомера хочет сказать что есть общее положение это группа людей умственно как бы недееспособных да они всегда идут тандемом в группе да и поэтому трудно сказать что раби раби йода говорит есть есть ухареш или катхилу и диавет ухареш никогда не может быть диавет не полностью неспособный умственно неспособный да поэтому вопрос с какой стати мы разрешаем хереш читать аф хереш диавет на мило и дальше говорит геморас чтобы распутать этот как бы здесь мы находим здесь какой-то ребус да с одной стороны мы прекрасно знаем что эта группа хереш что тэвэкатан да они ниги способны и вдруг мы нашли брайту который говорит хереш может читать хотя бы девять но он может читать скажем может говорить браху и понятно что приближает и к мигеле потому что и брахана мигилу это тоже дарабанан как разрешить этот вопрос на это отвечает гемора вот это очень тоже очень важная формула геморы которая будет повторяться и она означает у каждого свое как бы у каждого свои правила каждый сам по себе вот каждый сам по себе хотя действительно говорит гемора есть ситуации когда эти три недееспособных объединили в одной группе но не факт что всегда они одинаково недееспособны каждый сам по себе да действительно в общем мы говорим хореш шотеве катан да они недееспособны да но не факт что в любой ситуации это правильно это положение да каждый сам по себе хакидеито вот можно даже записать себе может быть блеснуть таким еврейским арамическим афоризмом да это как бы не путай всех вместе да хакидеито ито что такое ито пришел ато пришел да хакидеито каждый придет сам по себе хакидеито хакидеито а этот да так а этот так да и можно сказать давайте как бы отойдем от общих формулировок и поставимся разбираться по существу и как мы разбираемся по существу ма шуте да умим не давайте декатане хараш думя дешуте бекатан хараш думя дешуте мы говорили на самом деле что он подобен ма шуте бекатан девять на мелу а в хераш девять два да и дальше ада хакидеито это каждый сам по себе и дальше хакидеито после хакидеито что мы говорим вот это очень важный здесь момент который нельзя пропустить во первых значит мы сказали как рабью почему ты приписываешь слова рабьюда что хараш может девять лацет ведь мы же их объединили в общую группу отвечаем да это не факт рабьюда делает дифференциацию он говорит эти сам по себе и хараш сам по себе да и тогда получается что вся эта брайта написана от имени рабьюда да вот это это наша брайта теперь теперь когда мы видим что рабьюда махшир бекатан это означает что у него есть общее мнение отдельное особое мнение правильно если мы говорим как мы уже сказали как бы брайта и особенно махшир пытается анонимизировать не сказать кто это конкретно для того чтобы это звучало как правило в тот момент когда называется конкретное имя это значит что это отдельное мнение если мы формулируем брайту и в конце пишем особое мнение рабьюда мы должны сказать что вся брайта это не рабьюда а только это мнение рабьюда а ты хочешь сказать что и мнение этой брайты только в отношении катана у махшира это его особое мнение а все остальное мнение это не рабьюда вообще что это отвечает гималай ума мацитум к рабьюда бэгады катан и сэф рабьюда махшир бэкатан михлал дэрейш лав рабьюда да понятно это очень как бы очень оригинальный неожиданный вывод но как бы совершенно понятный что в тот момент когда мы специфицируем мнение одного из мудрецов это значит что он не согласен со всем предыдущим да но это не факт мы сейчас хотим сказать что это как бы это не обязательно сейчас покажем почему это не обязательно да 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 дальше говорит дильма дильма кулак рабьюда и что такое дильма кулак и рабьюда давайте предположим дильма это улай давайте предположим что нет вся брайта написана от имени рабьюда как это может быть но ведь в конце написано отдельное мнение рабьюды да рабьюда говорит нет хреш в катан вишуты это одна группа вернее начало брайты рейша говорит они все в одной группе потом записано катан рабьюда говорит все таки может читать значит он не согласен и с рейшей тоже да давайте представим что нет почему как мы можем представить что это мнение и рейша тоже принадлежит рабьюда как мы это можем представить да вот очень как бы совершенно очевидно он говорит что гавней это оттенок гавен на еврейском посмотрите оттенок ну можно сказать сорт есть два разных вида катана да катан катану рознь да и поэтому можно сказать а что вы понимаете под понятием катан да как говорят давайте ведем определение всегда начинается спор когда люди спорят размахивают руками а на самом деле они спорят о разных вещах да почему потому что они вначале не определились и не сказали что мы поднимаем под названием катан катан это будет младенец в люльке и катан это будет добар мицвы да совершенно очевидно нет да поэтому рабьюда говорите есть разные катан то что вы говорите катан не может читать да он говорит я предлагаю внести как бы определение катан и с моей точки зрения катан с определенного момента читать уже может да да и дальше и дальше говорит гемора вахасуре мисахра михасра вахи катане да хасуре мы когда-то встречались с этим говорить так это брайта да она не полная да есть там лакуны давайте допишем но это совсем не значит что на самом деле нам брайта дошла в ущербном виде мы сейчас пытаемся ее реконструировать да мы как бы дописываем мысленно то что это мишна это брайта подразумевает понятно когда во первых так когда написано вахасуре михасрой это предложение реконструировать да что как будто бы как знаете какие-то там пленки стерлись и мы как бы есть какой-то определенный процесс который позволит нам регенерировать и получить правильную брайту да так вот в данном случае я говорю может быть так да действительно они говорят здесь мы чувствуем что-то недописанное есть какая-то лакуна давайте допишем или даже без того чтобы говорить что это что-то недописанное что-то утерялось мы скажем раскроем скобки да понятно это да и как мы раскрываем скобки вахи китани и так мы будем читать эту брайту как она звучит аколь читайте аколь кшерин аколь кшерин векрот от амегива хуц михире шотел атак лекатан бармэ деборим амурин бекатан шелон хигиа вихинух аль вихинух аль катан шегиа лекинух аптиму лекатхиман кшер деборей раби иуда ше раби иуда махшир бекатан вот мы дописали эту брайту и теперь совершенно очевидно что почему есть у рабиуда особое мнение потому что он говорит как бы мы не определили понятие катан и возможно что вся одна основная мудрец тоже что такое гилхи нух это тот момент когда ребенок читает с легкостью да лошенкой дыш и понимает что он читает это как бы по разным мнениям шесть или девять лет тут есть разные мнения разбираются в общем понятно да что очевидно это интересно что так поэтому как вы говорите иногда как бы читает у нас шалех тибур да во время молитвы это не обязательно ребенок который достиг возраста бармитсвы да бармитсвы он уже причисляется к меняну с ним есть десять но если он гилхинух то есть он читает спорно и понимает что он читает он может быть шалех тибур на основании этого это понятно да вот ну как бы довольно сложно замучил вас но как бы здесь остается запись тот кто захочет может почитать по этой записи восстановить как бы и подумать еще раз и возможно будут вопросы пишите ждем ваших вопросов в следующем году это это не что то